привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать очень эффективную подтягивающую маску маска с эффектом ботокса всего лишь за одну процедуру заметно подтянет даже самую дряблую увядающую кожу разгладят даже самые глубокие морщины подтянет овал лица сделает незаметными и более узкими расширенными порами поры и для сухой кожи очень эффективно увлажнит кожу эта маска предотвращает обезвоженность и подтягивает морщины так что видео будет полезным информативным устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим для приготовления этой маски нам понадобится белок одного яйца маску которую я вам предложила сделать со мной вчера я надеюсь вы уже сделали она вам очень понравилась сегодняшняя маска с лифтинг эффектом также маска хорошо уплотняет кожу и белок который остался от вчерашней маски используем для приготовления сегодняшнего рецепта в один белок нужно добавить картофельный или кукурузный крахмал если вы используете крахмал картофельный то его нужно добавить одну столовую ложку если вы используете кукурузный крахмал также нужно добавить одну столовую ложку если вы используете для этой маски крахмал от картофеля сырого натертого на очень мелкой терке то лучше всего отжать мякоть и использовать именно сок картофеля и добавляйте нужно также одну столовую ложку крахмал нужно добавлять без горки затем нужно очень хорошо взбить эти ингредиенты следующий компонент для приготовления этой маски нам понадобится гиалуроновая кислота гиалуроновую кислоту можно использовать как в чистом виде можно ее купить в обычной аптеке также можно использовать гиалуроновую кислоту с различными наполнителями гиалуроновую кислоту можно заменить блефарогелем 1 добавляю 5 капель гиалуроновой кислоты если вы используете блефарогель то также добавьте 5 капель затем нужно все очень хорошо взбить red m about d d и . следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится витамин d витамин d очень эффективно освежает очень хорошо смягчает кожу и предотвращает появление пигментных пятен поэтому использовать витамин d в летнее время рекомендуется я добавляю одну капсулу витамина d если вы используете витамин d в обычном масляном составе также добавьте 3 капли если у вас есть витамин d в таблетках то одну таблетку размягчить и примерно в половину чайной ложки так чтобы получилось и кашицы и для растворения в этой маске будет более эффективно и комфортно я добавляю 3 капли витамина d затем нужно все очень хорошо взбить маска получается очень легкая воздушная в момент нанесения в не только получите очень хороший эффект омоложение кожи но и приятные ощущения эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до пяти дней и перед каждым нанесением лучше всего ее дополнительно взбить лучше всего делать эту маску 2-3 раза в неделю для профилактики появления мелких морщин и для разглаживания более глубоких морщин маска очень хорошо подтягивает кожу и поэтому наносите ее нужно в 4-5 этапов после нанесения первого слоя дайте примерно одну-две минуты на легкое впитывание и взаимодействие с эпидермисом кожи затем нанесите 4 последующих слоя между нанесением дайте примерно по одной минуте на взаимодействие с кожей после нанесения 5 последнего слоя держать эту маску нужно не менее 20 минут лучше всего в момент нанесения этой маски принять горизонтальное положение эту маску также можно нанести на кожу шеи и на кожу зоны декольте если вы нанесете эту маску на кожу вокруг глаз то ваши гусиные лапки и дряблая увядающая кожа под глазами тоже подтянется после истечения этого времени нужно промокнуть маску влажным теплым махровым полотенцем конечно если у вас нет купероза если у вас есть купероз то промокните эту маску водой комнатной температуры и дайте одну минуту для размягчения этой маски и смывать эту маску начинайте лишь после того как не маска хорошо размякла в момент смывания делайте легкий массаж круговыми движениями по кожным массажным линиям после того как маску смыли теплой водой ополосните кожу лица прохладной водой эта маска требует дополнительного тонизирования кожи поэтому протрите кожу лица либо кубиком льда с лекарственными заваренными травами либо протрите кожу тоником домашнего приготовления рецепт которого я оставлю вверху ссылочку можете зайти и посмотрите для себя сделать классный омолаживающий тоник для кожи лица шеи зоны декольте затем нанесите легкий увлажняющий или питательный крем обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях всем мира добра и красоты с вами была оксана увидимся завтра всем пока пока